Мы с вами находимся на стенде Линкольн, и здесь американская компания представила свой флагман, авиатор, Линкольн-авиатор. Американцы просто толпятся вокруг него не меньше, чем вокруг нового Porsche 911. Действительно, есть на что посмотреть. Автомобиль впечатляет своим салоном и внешним видом. Он стал более мягким, что ли. Линии, заостренные только вот в этих вот местах, как будто бы натянут материал, как в старых аэростатах. Такая же стилистика была у пятерки BMW несколько поколений назад. И при этом автомобиль очень большой, массивный. Решетка радиатора огромная. Настоящий американский автомобиль, но по стилю я бы даже сказал, что он европейский. Создатели автомобиля сделали упор на вместительности, на люксовости и на мультимедиа. В общем-то, ничего нового мы не услышали. Точно такие же приоритеты для себя ставили и создатели BMW X7. Но там автомобиль абсолютно европейский. А здесь, я хотел сказать, американский. Но вы посмотрите, какая панель приборов. Пожалуй, ребята из Лексуса должны сказать, вы где это взяли? Такая многослойная, как яхта. Огромная панель со встроенным вашим собственным телевизором. Наши коллеги уже пытаются снять этот телевизор, посмотреть, как все это работает. Сейчас опять будут фотографировать все детали, чтобы потом сделать на своих машинах. Да, но вот здесь вот, конечно, задумка хорошая была у ребят из Линкольна. Но исполнение, конечно, страдает. Но при этом это кожа. Это кожа, а это настоящее дерево. Очень дорого. Центральная панель парит в воздухе. Внизу сделана беспроводная, наверное, зарядка. Вот это очень похоже на динамики Мерседеса. Линкольн, авиатор. Действительно люксовый автомобиль на ощупь и по внешнему виду. Здесь установлена пневмоподвеска, светодиодные фары. В общем, все, что положено большому дорогому автомобилю. Также есть и гибридная версия Линкольн-Авиатор. Вы можете заряжать свой автомобиль. Вот здесь вот есть лючок. Не открывается. Ну, американцы любят такие большие автомобили, а тем более свои родные, американские. Пожалуй, салон гибридной версии впечатляет еще больше за счет вот этой вот кожи, очень тонкой выделки. Надеюсь, она прослужит долго. Но больше всего впечатляет, конечно же, приборная панель. Если в BMW мы ожидали увидеть такую же панель, как в X5, то здесь, конечно, просто фантастика. Просто срубает сразу. И точно так же, как в BMW X7. Здесь два кресла во втором ряду и два в третьем. То есть автомобиль в топовой комплектации шестиместный. И при этом в багажнике остается место для таких двух больших сумок. Подполье имеется. Огромный шестиместный люксовый кроссовер. Продолжение следует...